Друзья, всем привет! Александр Арсеньев на связи. Вот слайд обо мне, чем я занимаюсь. И сейчас у нас вопрос от одного из наших студентов, от одного из наших слушателей канала. Мы разбирали в одном из уроков по X-коду загрузку файлов. Причем загрузку файлов таким образом, чтобы нам отображался процесс загрузки. Ну и вот у одного студента тут хоть что не получается. Он прислал проект, сейчас мы разберем, что с ним не так. Первым делом посмотрим storyboard. Вот, собственно, так он выглядит. Мы будем загружать картинку, показывать процесс загрузки вот в этом элементе progress view. и в элементе label мы будем показывать процент загрузки. То есть, точнее, сколько байт из скольки загружено уже. Вот. Так, давайте посмотрим, что у нас во viewcontroller творится. Так, ну тут все достаточно просто. Вот ссылка, по которой загружаем картинку. Создаем объект session. Создаем объект task и запускаем его. Значит, у нас есть две переменных. Первая это ожидаемая длина загрузки. И вторая это данные, которые мы будем загружать. Вот. Делегату. Делегату нашего viewcontroller, да. Мы делегату, точнее, URL session. Вот он у нас здесь. У нас три метода. Первый это, вот они уже, студент очень приличный, прилежный, извиняюсь, да. Он у нас уже подписал, что из них каждый делает, да. Значит, вот первый метод у нас вызывается единожды, когда мы получили данные о файле, о котором будем загружать, да. То есть, вот у нас здесь в респонсе expected content length, да. То есть, вот эта вот длина наша в байтах, которые нам нужно загрузить. Дальше, что мы здесь еще делаем? Здесь мы обнуляем нашу data. И, да, и в progress view выставляем, ну, скидываем, то есть, наш элемент progress view. И в текст выставляем, что ноль у нас загружен из, ну, вот из ожидаемой длины, да. Потом каждый раз, когда мы получаем блок данных, у нас будет вызываться вот этот метод, да. И в нем мы, соответственно, уже приплюсовываем дату вот этим методом. И, соответственно, выводим в progress view процент и в картинке показываем, ну, вот картинки присвоим дату. Причем здесь вот сразу ошибка уже, да, у нас закралась, что мы должны показывать не data, не тот блок данных, который нам пришел, а итоговые данные, да. То есть, нужно отображать data for load. И вообще, я предлагаю исправить NSMutableData на просто data. Давайте вот так попробуем. Так, сейчас у нас должна быть, да, ошибка. Вот здесь мы это дело поправим раз и вот здесь поправим два. Ок. Да, здесь разворачивать не обязательно. Значит, мы здесь в консольку просто выведем, сколько уже данных загружено. Так, data for load разворачивать здесь не обязательно. Добавляем данные. Также data for load count. На ожидаемую и делим длину. Да, здесь тоже разворачивать не обязательно. Ок. И, соответственно, картинки вставляем data for load. Значит, это первое наше исправление. Следующее наше исправление, вот здесь по смыслу можно понять, да, по смыслу параметров. То есть, делегат у нас сам метод, сам вот наш view-контроллер, это делегат. А очередь, в которой мы выполняем наши методы делегата, да, то есть вот эти методы, она у нас здесь стоит new. Ну, а вообще, поскольку мы будем в ней менять элементы интерфейса, да, то давайте установим основной поток. Operation Queue Main. Вот. И тогда нам вот эти вот штуки уже не нужны, да. То есть тогда они у нас будут автоматически выполняться в основном потоке. А элементы интерфейса мы можем менять только в основном потоке, да. Text. Ага. Вот здесь он у нас просит Excel. Ок. Здесь вот этот метод вызывается, когда будет, если будет ошибка, да. То есть здесь это, ну, я не знаю, почему такое решение было принято. Это вам ноутку. Ну, то есть это вам задание. То есть сделайте здесь, обработайте эту ошибку, вот и выведите ее как-то. Так. Data Expected Length. Ну, давайте попробуем. Запускаем. А, мы еще, мы еще не вывели с вами вот что. Пока запускается, да. Можно еще одну поправку внести. Сколько у нас загрузилось? Нужно вывести вот сюда. Причем не Fallout, а Int64. Вот так. Ок. Так, давайте попробуем. Бац. Загрузка у нас вообще моментально происходит. Картинка слишком маленькая. Давайте перезапустим. Угу. Да. Столько маленькая картинка, слишком быстрый интернет. Давай попробуем какую-нибудь побольше картинку взять, да. Вот я сейчас зайду в Google. И наберу обои для рабочего стола. Обои на рабочий стол. Картинки. Ага, 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 ага. Давайте большие. И показать размер. Ну, какой-нибудь нам нужно. О, лес вот этот давайте. О, в полном размере. О, нормально. Видно, как загружается. Берем эту картинку и подставляем вот сюда. Запускаем. Так. Нажимаем загрузка. О, пожалуйста. Да. Вот сейчас видно, как картинка загружается. Значит, обратите внимание, если я пока процесс загрузки не закончился, буду нажимать еще раз загрузить картинку, да, то приложение ведет себя немного неадекватно. Вот. Значит, это, ну, это вам задание исправить этот баг, да. Значит, я что предлагаю сделать? Я предлагаю блокировать кнопку загрузка картинки до тех пор, пока загрузка не произошла. Ну, вот, подсказка узнать, что картинка загрузилась, можно вот здесь, да, когда у нас дата ожидаемая с датой загруженной совпадут. Проверить это и разблокировать кнопку, да. Также можно кнопку вообще эту скрывать и показывать заместо нее, ну, например, крутилку. Вот. Вентилятор наш вот этот. Индикейтор, да. Все, друзья, значит, напоминаю, с вами Александр Сенин был. Подписывайтесь на канал, покупайте курсы, значит, становитесь iOS-разработчиками. До встречи в следующих выпусках.